Уважаемые коллеги, организаторы включили меня в это заседание как немножечко по странной логике. Я вообще-то много лет в парламенте занимаюсь законодательством области образования, науки и социальной защиты. Но включили, значит включили. Поэтому давайте поговорим на тему образования и кадры для промышленности. Не думаю, что я скажу вам что-то супер новое, но может быть что-то полезное вы услышите. Начнем с того, что подготовка кадров для промышленности имеет как минимум три аспекта, связанных с законодательством. Тема первая. В стране острая нехватка квалифицированных рабочих. Причем парадокс. 60% всех девятиклассников отправляются не в 10 класс, а куда? В систему среднего профобразования. Казалось бы, рабочих кадров должен быть пруди. Ничуть не бывало. Только 16% из них учатся на рабочей специальности, остальные на специалистов среднего звена, с прицелом на тот же ВУЗ. Причем параллельно, грубо нарушается Конституция. 43% всех, кто учится в СПО, платят за обучение, хотя по Конституции 43-я статья желающие могут проверить. Там написано, что в том числе среднее профессиональное образование должно быть общедоступно и бесплатно. Почему это происходит, вполне понятно. Хроническое нетофинансирование образования вообще и среднего профессионального образования в особенности. В последнее время активно внедряется профессионалитет, как вам известно, стремление в более короткие сроки подготовить более профессиональных рабочих. Я думаю, что это возможно с одной оговоркой. Понятно, что это происходит за счет общеобразовательных предметов. Правда, в утешении, если это можно считать утешением, могу сказать, что у нас и в старших классах ребята теперь перестали изучать почти все предметы, кроме тех, которые собираются сдавать в форме ЕГО. Поэтому уровень общего среднего образования в стране значительно упал. Вводится демонстрационный экзамен. Что с моей точки зрения? Правильно. Но пока оборудования для того, чтобы его проводить, недостаточно. Какие меры можно было бы принимать для того, чтобы, соответственно, проблема подготовки квалифицированных рабочих решалась лучше? Первое очевидно. Обеспечить соблюдение конституции хотя бы по подготовке рабочих кадров. То есть расширить количество бесплатных учебных мест на рабочие специальности. Второе тоже достаточно очевидно. Дополнительные меры социальной поддержки для тех, кто пойдет именно на рабочие специальности. Я вам напомню, что в свое время закон номер 273 ликвидировал систему начального профобразования, так называемого ПТУ. Нам говорили, что смотрите, как здорово теперь никто никого ПТУшником обзывать не будет. Хотя я напомню вам, что ПТУшниками были, например, Виктор Черномырдин или Юрий Гагарин. Но это не самое главное. Очень интересно, что при этом на бесплатном питании государство сэкономило, по оценкам академика и экс-министра Евгения Ткаченко, около 100 миллиардов рублей. И вообще напомню, что в советский период стипендия в техникумах СПО составляла примерно 60% от прожиточного минимума. А вот стипендия в тех самых ПТУ, где в основном учились ребята из не очень обеспеченных семей, составляла 80% от прожиточного минимума, плюс бесплатное питание и обмундирование. Не знаю, на что из этого хватило бы сейчас денег, но ясно совершенно, что если мы хотим, чтобы у нас было больше рабочих кадров, мы должны увеличивать стимулы. Ну и не менее очевидная вещь, это договоры целевого обучения, которые сейчас можно заключать до поступления, во время обучения, заказывать дополнительные квалификации и так далее. Я понимаю, что денег у всех мало, но задача парламента, как мне представляется, заключается в том, чтобы мы расширяли систему налоговых льгот и вычетов для тех предприятий, которые будут этим заниматься. Это проблема номер один. Проблема номер два. Подготовка высоко квалифицированных, по словам, инженерных кадров. Она складывается из нескольких составляющих. Одна из них называется принудительное введение баллонской системы. Вообще, я напоминаю, что возможность участия в баллонском процессе была предусмотрена законом о высшем образовании 96-го года. И пока эта система была добровольной, то есть вузы могли выбирать, 90% всех выпускников выходили специалистами, 10% бакалаврами. И не случайно работодатель хорошо понимал, кто такой специалист, и не очень хорошо понимал, кто такой бакалавр. Был даже такой, возник даже такой анекдот. Здравствуйте, здравствуйте, я бакалавр. Я вижу, что ты не Иванов, а чему тебя учили. И так далее. Если говорить серьезно, то проблема бакалаврята в тех специальностях, которые требуют высокой квалификации, заключается в том, что бакалаврское образование такое, скажем так, широкое, размазанное, как манная каша по тарелке. А образование специалиста, оно более узкое, но при этом как кувшин, более глубокое. Например, инженеры утверждают, что специалист в среднем получает примерно 1800 часов фундаментальных занятий, бакалавр примерно 1200. Понятно, да? А в целом специалист получает примерно 40% больше специальных занятий, чем бакалавр. Соответственно, с нашей точки зрения, если мы говорим о решениях, необходимо, насколько возможно, быстрее, по крайней мере, по тем специальностям, которые этого требуют, переходить, возвращаться на специалитет. Мы, кстати, недавно вносили законопроект о возвращении добровольности участия в баллонском процессе, но нам сказали, что пока не будет завершен эксперимент, принимать его не надо. Эксперимент был объявлен, как вам и известно, указом президента. Но, на мой взгляд, вы вправе со мной не соглашаться. Этот указ является шагом назад, по сравнению с тем, что было заявлено в послании президента Российской Федерации, где были четко сформулированы основные позиции. А за 2-3 года невозможно получить результаты обучения, которое должно длиться от 4 до 6 лет. Поэтому какие-то, возможно, результаты будут. Но, с моей точки зрения, просто противники использования классической, если хотите, гумбольтовской системы, они решили отложить в надежде, что, может быть, все вернется на круги своя. Ну и, кроме того, конечно, важная проблема – это проблема, связанная с оплатой труда молодых специалистов. Ну, наверное, на каждом предприятии свой уровень оплаты труда. Я знаю, что в оборонке сильно подрос уровень оплаты труда. Но не во всех, не на всех предприятиях. Я знаю, например, предприятия ракетно-космической отрасли, где приходят выпускники хорошего, моего родного Омского технического университета, и исходный базовый оклад около 20 тысяч рублей. Как мы понимаем, это не стимулирует ребят приходить на такие предприятия. В конце концов, государство могло бы принять решение, с моей точки зрения, о дополнительных выплатах в течение, скажем, трех лет молодым специалистам, которые идут в госсектор туда, где это необходимо для обеспечения технологического суверенитета. Ну и третья позиция, которая, казалось бы, не имеет отношения к делу – это позиция, связанная с подготовкой учителей, которые, вообще-то, должны выучить будущих инженеров. Могу сказать, что в России, в российском образовании сейчас кадровый кризис, и мы расходимся с нашими коллегами из правительства в оценке масштабов этого кризиса. Недавно в узком кругу я сказал Татьяне Алексеевне Голиковой, что у нас кризис в образовании, по данным РАНХИКС, подчеркиваю, при президенте, 250 тысяч учителей не хватает. Татьяна Алексеевна немножко обиделась, говорит, как, у нас всего 11 тысяч человек, дефицит учителей. Я говорю, Татьяна Алексеевна, у нас миллион 250 тысяч учителей. Они работают на 1,8 ставки, что, с моей точки зрения, как учителя, в прошлом нормальной ситуации невозможно. Если бы они работали на одну ставку, не хватало бы 560. Если бы на 1,5, как считает РАНХИКС, то не хватает 250. Если бы их заставить работать на 2,5 ставки, то можно еще полмиллиона уволить. Но какое будет качество образования, предсказать нетрудно. Есть два поручения президента. Одно касается, соответственно, возможных дополнительных мер поддержки для учителей, естественно, научного цикла и математики в школах. Второе аналогичное касается поддержки вузовских преподавателей, которые ведут аналогичные специальности. Во что это выльется, пока сказать не можем. Естественно, поручения эти мы поддерживаем. Мы должны понимать, коллеги, что далеко не все поручения президента на самом деле выполняются. Министерством финансов Российской Федерации времени нет, а то бы я мог привести несколько примеров на эту тему. В заключении хочу сказать, уважаемые коллеги, что мы будем стремиться делать все возможное для того, чтобы кадровый кризис в России был преодолен. И в том числе в Государственной Думе сейчас на заключении правительства находится большой проект федерального закона об образовании для всех в течение всей жизни, разработчик которого перед вами. Но я предполагаю, что если нам и удастся его продвигать, то скорее по частям, чем в целом. Спасибо.